У ребенка долгожданный был. Ребенка хотели с мужем, планировали. Решили так, что если рождается мальчик, то я выбираю имя, если рождается девочка, то имя выбирает папа. Я хотела Никиту. Родился он в срок, все как бы это самое, нормально было. Отклонений поначалу вроде как бы никаких не замечала. Но спал, конечно, мало по сравнению с другими детьми. Тогда я еще не понимала, почему он спит мало, плачет. Выносила на улицу его, как бы там прохладно, все, тенечек, накрывала сеточкой вот этой москитной. То есть ребенок должен был, по идее, сытый, переодетый, должен спать. Но он почему-то не спал. То есть спал он очень мало. Ну, просто думала, что вот, как бы такая особенность. Неврологу вопрос задавала. Она говорила, что, ну, все детки спят по-разному, как бы у вас небольшой срок недосыпа. Два с половиной, я помню, что я набрала в интернете. Я не знала, как набрать, я набрала то, что, ну, как, ну, какой-то не такой особый набрала. У меня особый ребенок. И тут бах, вот прям вот я слово, видимо, правильно подобрала. Мне вот это все высветилось, аутизм. Естественно, у меня шок. Я как сидела, так и замерла. Я точно помню этот момент. И я навсегда забуду, то есть, когда я поняла уже конкретно, что происходит. А я набрала мужа. Я ему позвонила, сказала, говорю, Женя, я знаю, что с нашим ребенком. Я знаю, что с нашим Никитой, почему он так себя ведет. Никита пришел к нам сюда, в центр. Первично у нас была проведена консультация с мамой. В процессе консультации я наблюдала за ребенком и начала ставить задачи. Те, которые мы будем решать, работая с Никитой. Никита, дай пять. Глаз камень на меня. Пять. Никита, дай десять. Десять, как я. Как я. Когда первый курс, а второй курс мы прошли, я зашла к психологу. Никитка уже начала тогда заниматься с психологом. У меня просто слезы в глазах навернулись, потому что я захожу, и мой ребенок сидит и что-то делает за столом, он что-то вставляет, и он думает, это был элементарный домик с откидывающейся крышей. Там были звездочка, квадратик такие цветные, розовые, зеленые всякие штучки, фигурки. И он их вставлял. То есть ребенок, который вообще глупо так вот бегал по дому и ничего больше не выполнял, тут он сидит, пусть даже на коленях, но сидит, что-то делает. Зашла у меня слеза, говорю, господи, спасибо вам большое. Мы там прошли четыре курса. Дома мы продолжали занятия. То есть не так, чтобы полечились и все, и забыли. Нет, естественно, надо с ребенком работать, заниматься. Это трудно всю жизнь. То есть всю жизнь надо с этим ребенком что-то делать, чему-то учить. И это не значит, что если ты его научил, то он запомнил. Он сегодня помнит, через неделю он опять забудет, надо это повторить. Когда смотришь на Никиту, хочется ему как можно больше помочь, чтобы его и активности, и понимание того, что Никита может, на самом деле, очень много. Просто правильно работать, и будут большие результаты. Мы начинали работать с системой жетонов, получением призов. Вначале у нас использовался пищевой усилитель, потому что мотивация была очень низкая. И чтобы получить кусочек шоколадки, нужно было сделать то или иное задание. Сейчас вы видели, что Никита прекрасно работает по визуальному списку. То есть для него установилась структура. Я делаю эти задания, в конце получаю приятный момент. В нашем случае это качеля. Когда это было по системе жетонов, мы получали конфеты, так скажем. А сейчас Никита спокойно может сидеть за столом, выполнять ряд заданий. Во-первых, без пищевого подкрепления, без пищевого усилителя. И всего лишь такой приятный момент, как качеля. И так как Никита у нас активный ребенок, мы эту активность включаем в работу. Он не знает, как общаться с детками. Он вроде как бы и хочет, подбежит к нему какой-то ребенок. Он и хочет с ним побегать, а что дальше делать, он не знает. И это тяжело ему объяснить. Допустим, вот он любит, он говорит, футбол. То есть футбол для него заключается не в том, чтобы забивать мяч в ворота, хотя я ему пытаюсь показать, что нужно мячик пнуть. Ай, какой Никита, молодец, Сурата, мячик пнул. А он просто бегает с мячом в руках по этому полю. Ну, ему даже вот это доставляет удовольствие, потому что когда лето, то я ему разрешаю разуться. Теплое и горячее вот это вот покрытие, оно как бы не асфальт, а вот какое-то там специальное покрытие. Ему, в общем, вот это доставляет удовольствие. Вот это для него футбол. Ну, и огромная радость в бассейн. То есть ребенок у всем ограничен. И, естественно, от этого я его еще больше люблю, потому что я понимаю, что никто его так любить не будет. Как бы когда смотришь, когда у него что-то получается, когда даже пусть маленькое какое-то достижение, даже элементарно, как бы мы не могли научиться заходить и разуваться. То есть разуваться-то, в принципе, он мог. Но вот он зашел и пошел, все, пошел, неважно, по дивану, в кроссовках, как бы ругал, а не ругал, он не понимал. И потом со временем, я не знаю, что это, занятия, опять же, лечение, возраст, как бы я не могу утверждать. Я не могу прожить 2-3 жизни, чтобы сравнить, как он был. Вот сейчас он заходит и разувается сам. И для меня даже вот это, то, что он зашел и снял кроссовки и поставил их в шкаф, пусть даже не в шкаф, а пусть даже вот просто он их поставил красиво, аккуратно. Для меня даже вот эта радость, это достижение. Те навыки, которые мы отрабатываем в кабинете, их обязательно нужно обобщить. Обобщить с разными людьми, обобщить в разную ситуацию. Когда ребенок все навыки обобщает, тогда мы можем сказать, что навык усвоен, навык коммуникации, игровой деятельности. И поэтому нам для Никити нужно сейчас дальше планировать, включать его более социум. Это групповые занятия, где нужно, во-первых, коммуницировать с другими детьми. Во-вторых, нужно выполнять уже общие инструкции. То есть здесь Никита делает так, Никита делает там. Необходимо продолжать заниматься учебной деятельностью, готовить Никиту к школе. Потому что я считаю, в случае это возможно, учиться со сверстниками. Единственное, необходима будет дополнительная помощь. Чтобы помочь Никите бороться с болезнью, необходимо продолжить курс реабилитации. Помогите Никите жить дальше. Его поведение будет более приемлемым среди сверстников. То есть Никита будет, например, если куда-то заходить, здороваться, прощаться и так далее, выполнять такую социальную роль. Во-вторых, это обучение в школе. Да, сейчас, возможно, этот, как я сказала, это будет ресурсный класс. Детки-сверстники будут норматипичны. И просто здесь необходима будет дополнительная помощь. Также, возможно, Никиту направить в какой-то спорт. Да, где, ну, может, это, к примеру, это плавание. Улучшится его социальная приемлемость. То есть он будет не сильно отличаться от других деток. Когда вот мы вечером, допустим, лежим, смотрим телевизор, Никита тут в свободном полете, он как бы все, он там отзанимался, все нормально, там, смотрит планшетчик свой. И когда вот он подползает к тебе, ему 6 лет, вот у него глазки такие, вот, как будто, не знаю, как будто ему годика полтора-два, он так посмотрит на тебя, вот как он. Для Никиты, в первую очередь, да, очень важен педагогический процесс, педагогическая работа. Задействовать специалистов, да, не только биотерапии, но таких, как психолог, дефектолог, логопед и так далее. От правильной работы можно добиться больших успехов. Помочь ребенку первоначально стать самостоятельным. Мы же не вечные родители. Как бы рано или поздно случится так то, что нас не станет, а ребенок особенный. Мне очень просто страшно представить, что его как-то в какую-то психушку запрут, обколют препаратами, и чтобы он просто сидел, как, не знаю, как овощ. Не бегал, ничего не делал. Я хочу, чтобы он хотя бы что-то сам мог, чтобы даже, да, если он там окажется в таком учреждении, ну, чтобы он, чтобы его не обказывать, чтобы он мог что-то сделать сам. Пойти там, посмотреть телевизор, не знаю, там, как там показывать, вот в фильмах всяких что-то там раскладывать. Ну, чтобы он стал более самостоятельным. Я стараюсь, правда, я стараюсь, но одних моих сторон не мало, потому что это такая ситуация, когда ребенку помимо моих сторон нужно еще соответствующее лечение, занятие, реабилитация. Каждое его достижение, это для меня чудо. Больше его мне, в принципе, не надо. Пусть постепенно-постепенно, но что-то происходит, не останавливается. Но он реально моя цель, потому что, ну, я просто живу им. Музыка. 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 Музыка.